Привет, друзья, это Hot Culture, я Александр Малич, и мы сегодня встречаемся с прошлым фигуристом, а теперь режиссером и продюсером Ильей Авербухом. Понятно, что говорить будем о спектаклях на льду. Все ссылки вы найдете в описании видео, посмотрите, там будет кое-что интересное. Хорошего просмотра. Илья, ну вы знаете, что мы начинаем с пяти событий, всем даем какой-то совет. Какие у вас пять хот-культур? Ну, наверное, они такие будут, немножко разрозненные. Одно из событий, которые были недавно в моей жизни, я люблю путешествовать, люблю погружаться в другие города, наверное, вот сейчас топ-город, который для меня открылся, ну, я его видел мельком, в этот раз открылся, это Сингапур. Это действительно уникальный, уникальный город, в котором ты чувствуешь совершенно будущее и урбанизацию, при этом это абсолютно зеленый город, то есть он стоит особняком. Если мы везде, куда бы мы ни приезжали, мы видим, как что-то на что-то похоже, то я бы всем рекомендовал, если есть силы, желание и деньги, потому что дорога не близко, лететь в Сингапур, это город, это, конечно, для урбанистов, но при этом вы почувствуете это, это действительно шаг чуть вперед. А закат Европы не чувствуется там? Потому что смещается же, получается? Ну нет, Европа, она по-своему богата, культурная история. Не все, кстати, так разделяют мой восторг по поводу Сингапура, но мне кажется, что там как раз есть гармония, переплетение культур, и все-таки есть стремление к тому, против чего мы уже не можем противостоять. Это технологиям, стремление к будущим свершениям. А неважно, куда идти в Сингапуре? Там все очень-очень прижато, там потрясающее колесо обозрения, сделано, где вы сразу увидите весь масштаб. И вот ты находишься в центре, и ты все время как бы все время видишь и видишь какие-то новые футуристические здания. При этом не чувствуешь себя, как, допустим, в Нью-Йорке, таким немножко зажатым, но чуть-чуть чужим во всем этом небоскребном царстве. Чувствуешь себя, что действительно ты находишься и в мировой столице, и в столице будущего. Окей, это был номер один, значит, Сингапур. Что еще? Я бы рекомендовал, я думаю, что многие, конечно, поклонники вашей программы, конечно, это знают и любят, но если кто-то друг друга для себя откроет, я тоже буду рад. Телесериал «Черное зеркало». И мне кажется, что в нем очень... Я люблю, когда фантастика не ради фантастики и каких-то мечтаний, она такая близкая фантастика, уже вот она, вот рукой ее дотракиваемся, да? То есть это понятно, что это вот нас ждет. Очень много философии в каждой серии. Плюс нет линейности, ты можешь начать смотреть с любого сезона. И, в общем, с любой серией. Это тоже, в общем, для занятых людей достаточно позитивно. Но самое главное, что из каждой серии ты что-то достаешь себе и откладываешь, и где-то восхищаешься креативу людей, которые догадались вот так зайти на эту, казалось бы, обыденную тему. Меня всегда восхищает, когда к вещам, которые мы уже вот так читаем, вдруг есть подход несколько другой, не ради того, чтобы вот я сделаю просто по-другому, все ходят вперед, и я пойду назад. А именно есть решение, новое решение. И вот в этом сериале я для себя его нахожу в каждой серии. А не страшновато вам? Он же ведь такой сериал «Черное зеркало», в общем, страшный на самом-то деле. То есть там есть несколько сезонов, первые два британцами сделаны, совсем темные такие, нуарные. А два других сезона уже американские, более светлые, но сюжет не меняется от этого. Каждый раз то, кто-нибудь убивает кого-нибудь, кто-нибудь умирает из-за технологий, лайки расставляет друг другу. Ну вот как раз это некое даже предостережение, может быть, всем нам. Ну понятно, что человечество ничего уже не остановит, оно будет все равно идти в этом направлении. Мне просто нравится немножко приоткрыть, немножко заглянуть, потому что понятно, что мы все равно к этому стремительно идем. Остановить этот процесс невозможно. Просто, может, мы не доживем до того, как это будет, но ты сможешь немножко в будущем. Хуя не знаю, мне кажется, можем и дожить уже. Все довольно... Много из того, что... Все очень стремительно. Очень близко, конечно, происходит. А в фигурном катании ведь тоже скоро, наверное, уже будет достигнута какая-то такая планка, когда дальше уже человеческих возможностей не хватит. Ну, объективно, в принципе, казалось раньше, что когда начали прыгать прыжок в три с половиной оборота, что это уже вот предел. То есть тройные плюс три с половиной. Потом появились четверные прыжки, и казалось, что это вот тоже предел. Ну вот... Я думаю, что, наверное, пятерной прыжок — вот это предел. Пятерной? Да. Я думаю, что кто-то прыгнет пять, потому что уже четыре с половиной я видел, как... Ну, еще не выезжали, но уже четыре с половиной пытались сделать, даже на соревнованиях. Причем российский фигурист Артур Дмитриев. То есть даже не на лонжах, да, а уже... Нет, никаких лонж. Лонж — это все детский сад для интернета. То есть это у меня просто вот такие устаревшие представления? Нет, ну просто на лонже сейчас недавно был выставлен пятерной прыжок, и он так облетел. Но лонжа — это все-таки такая хитрость, и она позволяет ту соту задержаться в воздухе и докрутить. Хотя тоже уже восхитительно, что маленький мальчик идет на эту историю. Но это без лонжа, так что будущее. Мы вернемся к разговору о фигурном катании. Мы остановились на номере два, и номер два — это сериал «Черное зеркало», а номер три? Ну, номер три — это, наверное, не такое. Это важное для меня культурное событие внутри себя. Это то, что мне удалось привести мой спектакль «Ромео и Джульетта» в Верону. Во-первых, «Ромео и Джульетта» в Вероне — это уже само по себе событие. А второе — это, конечно, то, что мы выступали на арене до Верона в этом историческом колизее, где когда-то люди делали так или так, вершились судьбы, где поют выдающиеся оперные исполнители. Вообще-то, конечно, оперная площадка, где только один раз в году они действительно разрешают каким-то таким или мюзикл, там был у них, я видел, «Мама Мия», или какой-то ледовый, то есть такое внежанровое провести мероприятие. И это действительно событие такое для меня определенная планка, потому что я всегда стремлюсь, стремился и продолжаю стремиться, чтобы ледовое действо, вот это слово «пресловутый шоу» изъяло, и все-таки появился ледовый спектакль. И в этом я вижу определенное признание. Я не буду скрывать, что немного знаю эту историю. То есть там пошел дождь, все это под открытым небом, и по факту все было на грани срыва. Да, было абсолютно на грани срыва, действительно, потому что это такая очень длинная история. мы, как говорится, один человек может притянуть к себе все. Практически, когда мы уже подписали контракт, это было еще там за 10 месяцев до самого события уже, было понятно, что отступать некуда. А извините, что они вас пригласили? Нет, это вообще нет. Ну просто как достаточно долго, больше двух лет я работала над этим проектом, очень долго мы согласовывались, шли. Нет, мы, грубо говоря, как вы взяли в аренду, как ледовый дворец соберешь, мы взяли площадку. Плюс, естественно, сами платили за ледовую установку, за декорацию. В общем, это абсолютно коммерческий проект. При этом, естественно, что мы проходили оценку, такой есть культурный совет это именно Вероны отдельного города, не там, Министерство культуры Италии, а Вероны, которое дало нам разрешение, отсмотрев на видео весь спектакль, что действительно он достоин этой площадки. Так или иначе, это действительно было с большим совы, и сразу, когда я поднял голову вверх, у меня мелькнула мысль, а что будет, если будет дождь, да? Но дальше я себя, конечно, начал убеждать, что это невозможно, что такое Верона, это маленький, не знаю, клотёк Земли, почему именно в эту секунду? Но так получилось, что действительно, сначала за две недели я начала прогнозы. Сначала вообще всё было прекрасно. Потом вдруг появилось облако, потом три дня, потом два дня, потом всё. И вот так всё время меняется, потому что ветер, там горы, облака то туда, то сюда, и действительно всё было прекрасно. Солнечные дни, я уже думал, пронесло. Но в день, когда было назначено шоу, часа в два дня, вдруг начал сначала мелкий дождь, потом... У меня вообще уже шея болела, потому что я смотрел, ну пронесёт, не пронесёт. И часов в семь начался просто шквальствовать. Дождь, вот залили мой лёд весь в воде. И это, конечно, ну вот это крушение твоей мечты происходит, потому что, конечно, всё можно отменить, и мир не рухнет, и можно перенести на следующий день, но это уже большая была проблема на самом деле. И что приятно, что зрители начали заполнять зал, что зрители начали приходить и сидеть вот в капюшонах, у них падают эти капли, и они сидят и ждут, 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 и ровно в девять часов дождь прекращается. Мы быстро убираем воду со льда, ребята готовы кататься, мы делаем задержку на двадцать минут. Там прям такая ещё история была, что затопило саму подстанцию электро, от которой включалось всё. И, в общем, итальянцы сказали, если врубим, и всё сгорит, ты просто никогда не расплатишься. Я сказал, что врубаем. И свет загорелся, мы врубились. Слава богу, всё прошло. Я не окончательно... Всё, ничего не закоротило, всё произошло успешно. Во втором отделении опять пошёл дождь, и так уже совпало, что если первое отделение, оно всё-таки такое более праздничное, Верона живёт, и всё так выдыхали, и всё было хорошо. А вторая часть, когда уже начинают погибать герои, когда вот эти битвы, и заканчивается всё, как слёзы Джульетты. В общем, нам должен был здесь уже в удовольствие, на самом деле. Конечно, всё равно это не так комфортно для зрителя, и я благодарен всем, что все досидели до конца, никто не уходил. Итальянцы кивают сейчас около своих гаджетов. Ну, там много было и россиян, конечно, но итальянцев было очень много. Но на самом деле в Италии, особенно на площадке арены Деверона, вообще, это меня, кстати, удивило, принята такая миграция, если можно так сказать. Они, приходя на площадку, как в музей ходят, идёт спектакль, они послушали, ну, как бы они всё поняли. Что происходит? Они берут и уходят. Я вообще был... Я просто, когда был там на Аиде, ну, приезжал на площадку почувствовать этот зал, я был шокирован, что к концу там... Понятно, что, конечно, немножко скучно вся эта история, но всё равно ты же пришёл, ты должен выразить уважение артистам. Ты в конце концов заплатил за билет. Да, ну, они вот как-то эту площадку, и мы, кстати, очень боялись, что они тоже так зайдут. А, ну, тут всё понятно, и пойдут. Я, ну, слава богу, этого не произошло, ну, может быть, ещё, потому что лёд всё-таки... Ну, вообще такой вот, вроде Италия, да, вот именно почему... То есть такой... Прямо вот абсолютно идут, разворачиваются, и уху, и это просто какой-то нонсет. Ну, они восприняли, я так понимаю, его хорошо. Я не знаю, что там внутри, конечно, когда мы покусились на святое, но спектакль написан в жанре мюзикла, и он был переведён, мы взяли итальянских пиццов, вокалистов, поэтому звучало, купляет на русском, на итальянском, в этом была своя гармония, то есть все были подключены, они, с одной стороны, слышали, как мы это воспринимаем, но тут же слышали, и о чём происходит, что происходит в действии, в общем, всё сложилось, и действительно, это такое вот очень-очень знаковое событие. Это был номер три, а, наверное, запись-то нет никакой, да? Нет, как это есть, конечно, есть очень большая запись, мы снимали, конечно, это... Она выложена куда-то? Нет, мы пока не выкладываем, у нас есть DVD-диск, мы его пока продаём. Хорошо. Ну, если вдруг я найду пиратскую, я вам позвоню, скажу, что я нашёл пиратскую запись. Хорошо. Нет-нет, наверняка нету нигде. Хорошо, номер три – это Ромео и Джульетта, Илья Вербуха в «Вероне». А номер четыре? Ну, номер четыре, наверное, это будет балет, который... Я, честно скажу, неспорим, потому что я работаю в очень похожем жанре, я не часто хвалю балетную историю. Как правило, она страдает проблемой для меня, темпоритма, такого, но некого изыску. Принимайте нас вот такими, да? Пожалуй, особняком стоят балеты, практически все балеты для меня, Бориса Эйфмана, которые я видел, потому что вот там я чувствую говорящую хореографию, абсолютную музыкальность, тонкость, вкус, и это выдающиеся все работы практически. Но вот я хотел бы, наверное, рассказать про балет Анны Каринина Нурмайера в Большом театре, и я шел с таким абсолютным скепсисом, хотя Нурмайер, конечно, имя говорящие, но как было решено все, и как он разрушил время, это потрясающе было для меня. Более того, где-то с завистью я листал программку, потому что я, конечно, когда создаю свои спектакли, я являюсь точно режиссером, здесь у меня к себе вопросов нет, но дальше я работаю в тесном сотрудничестве с художником по декорации, с художником по костюмам, с художником по свету, а здесь везде стояла его фамилия. То есть он сам придумал все костюмы, он сам придумал сценографию и декорацию, то есть это его рисунки, и, конечно, меня это... Ну, где-то... Я не говорю, что за дело, но я в восхищении. И одно не в ущерб другому, что важно. Это дает еще большую целостность вообще одного понимания, одного пространства, и спектакль жил совершенно особой жизнью. Это вот действительно для меня некий опор, я очень долго так его догонял меня, если можно сказать. Когда что-то настоящее, оно тебя еще чуть позже догоняет. Поэтому браво, Нормайр, и спасибо, что я это мог видеть на сцене еще большого театра, конечно. А вы когда видите классную работу... Ну, коллег, хотя у вас конкурентов-то особо нет вот в ледовой этой истории. Я понимаю, что сейчас есть еще две компании в стране, которые делают ледовый шок. Ну, да, ну, лед там, да, проще. Вы видели, и возникает ли ревность? Ну, и ревность, или как вы реагируете на классное сделанное? Ну, где-то так обидно. Нет, я внутренне восхищаюсь. Я не могу сказать, что я прям вот такой вот... Я так рад за коллег. Я злюсь на себя, и у меня начинается очень большая работа. Ну, не то, что... А почему ты не смог такого? То есть не лучше придумать, я не конкурирую. Но это такое... Это заочно, конечно. Где Нурмайер, где Майер? Но ты должен себя все время колоть чем-то таким. Ты должен задевать. То есть мало выйти там, покатались на коньках там, что-то, ну, для этого не нужно ничего особо делать. Очень важно заставлять себя вынимать, придумывать, опережать время. Или же компилировать. Конечно, бывают очень часто обидные истории, что тебе кажется, что ты это придумал, а потом ты это увидел, что это вообще уже давно сделано. Но все равно внутри себя у тебя нет конфликта. Ты честно знаешь, что ты это не своровал, не содрал, не... как это... Заимствовал. Реально придумал. Хотя иногда бывает, что наоборот, опираясь на какую-то историю, ты ее додумываешь, она тебе ложится. И это тоже, наверное... В принципе, когда начинаешь... Чем дальше погружаешься, ты понимаешь, насколько в общем все было интегрировано. И даже тех классиков, которые мы воспринимаем, насколько они в принципе брали друг у друга какие-то вещи. Но иногда бывает, сболтнул кому-то в компании случайно, а потом раз, кто-то что-то сделал похожее. Ну, иногда бывает, что просто мысли сходятся. Ну, просто время, оно все равно толкает в какие-то... Бывают порой одинаковые решения того или иного. Так мы к черному зеркалу опять сейчас вернемся. Ну, в общем... Но ведь при этом, раз мы заговорили о коллегах, которые там хорошо сделали выживить, изобрели, по сути, новый жанр. Ну, в общем, да. Ну, то есть ледовые шоу были до этого. Это понятно. И они были там в Америке популярны, наверное. Такие диверсменты, как вы говорите. Да? А вот это все-таки новый жанр. Ну, я бы даже так сказала. Были и остаются еще и спектакли. Ну, можно красиво назвать это такой некий спектакль для семей. Семейный спектакль. Или спектакль для детей. Этот жанр тоже существовал. Есть Disney on Ice, Holiday on Ice. Это все для того, чтобы... Ну, вот такие ростовые истории, ростовые куклы. Ну, это красиво. Я внутри, конечно, как бы осторонюсь этого, потому что хочу оторваться. Но, в общем, детям это все очень нравится. Это очень яркая картинка. Это очень качественное. Там не такое качественное само фигурное катание, но качественный продукт. Этот жанр тоже существовал. А вот как раз жанр серьезной ледовой постановки, где ты ставишь перед собой такие же амбициозные задачи, как и большие балетные постановки. И одной из задач, чтобы люди вообще забыли, что перед тобой действие на коньках происходит. Чтобы это просто как... Коньки как язык хореографии. Не более того, не в ожидании зрителя трюка. Ну, прыгнул, молодец. А трюк был как язык. Как язык танца. А вот тут, конечно, я думаю, что мне удается пока держать некое хедлайнерство. Но я думаю, что как во всем мире все догоняют. Но вы сильно переживали, когда начали этим заниматься? Вас же ругали коллеги многие, спортсмены, что вы делаете ледовое шоу на Первом канале, там, не знаю, «Ледниковый период», что вы вводите новичков, они катаются с профессионалами, и вроде как люди положили жизнь на то, чтобы так кататься. А тут актер, который за три тренировок, за три месяца тренировок... Это такая детская ревность, обида, и ни о чем она. Это неправильная история. На самом деле, время расставило все на свои места. И то, что благодаря телевизионным проектам... Хотя не будем тут придумывать, что ради этого, что проекты создавались ради какой-то социальной истории, что вот популяризация фигурного катания. Конечно, нет. Все телевизионные проекты создадут ради рейтингов, цифр и привлечения туда рекламодателей и так далее. Но когда что-то настоящее, когда что-то действительно качественное, оно как волны дает очень позитивный эффект. И телевизионные проекты первых двух-трех сезонов дали колоссальный приток детей в группы фигурного катания. Если это сравнивать с тем каким-то капризами нескольких звезд, которые сначала начали говорить, что это нивелируется труд, это все смешно, потому что на самом деле ничего там не нивелируется, а популяризируется. А вот эти девочки и мальчики, которые сейчас катаются, ну сейчас девочки, конечно, больше, у нас сейчас юные девочки, это как раз дети ледникового периода, которых привели родители под впечатлением от успеха и интереса к фигурному катанию. То есть те, кто сейчас реальные чемпионы? Да, потому что проект был первым в 2006 году. В общем, им было, когда их повели где-то 4-5 лет, вот прошло уже 10 лет, вот им сейчас где-то 15-14-13 лет. Вот это те дети, которых поймали неводом. Через сито, конечно, много привели, многие ушли. Кто-то хотел за два месяца тоже стать чемпионом, те ушли. Но это заслуга проекта абсолютная. Так же, как меня привели, потому что мама была влюблена в Ирину Роднину. Так что всё не зря. Конечно, всё не зря. Сейчас детский проект идёт по Первому каналу. И как вы думаете, могут дети, которые сейчас выступают, стать олимпийскими чемпионами? Да, очень талантливые ребята. Просто потенциал колоссальный. Причём, что очень приятно, что мальчишки. То есть мы вот существенно девочек, а очень талантливые ребята. И я прям очень надеюсь, что совсем скоро, ну, скоро, через пять лет, не знаю, что с нами будет через пять лет, но они о себе заявят. Это сто процентов. Но вы видите сразу, вот этот парень там будет чемпионом, можно так сказать? Ну... Или очень много факторов. Очень много факторов, сложно сказать. То есть видно, что талант перед тобой огромный. Но это же важно ещё, как он будет расти, какие антропометрические данные будут. Не дай бог травма, которая может затормозить, она может произойти. Как его организм будет или её организм будет меняться. Что в голове произойдёт? Да, ведь человек же, он же тоже не машина у него. Может, он в какую-то амбицию впадёт и скажет, не буду заниматься, вот уговаривайте меня. Да? А никто не побежит и не будет уговаривать. И всё. То есть всё может произойти, но поэтому и так сказать нельзя. Но то, что талантливые дети на запредельных высотах, это однозначно. Этери Тутберидзе тут давал интервью Владимиру Познеру, я не знаю, видели ли вы этот разговор. Ну, я смотрела, конечно. Да, и она сказала о том, что в 20 уже поздно чему-то учить, что всему надо учить. Примерно так она сказала, что в 14-15 это порог, когда можно научить. и что сейчас они уже крутят четверные, их выводят в 14 лет на это, потому что в 20 через 5 лет уже невозможно этому учить. Действительно так, да? Вы согласны? Ну, конечно, мне апеллировать Этери Гюриду, во-первых, неэтично, потому что она тренер, а я нет. Но это, в принципе, понятно любому, что максимально, когда ещё обучение происходит, до 16 лет. Дальше уже объективно выучить что-то новое на тех высотах, которые происходят невозможно. Дальше можно развиваться, можно на этой базе становиться более маститым, уметь продавать трюк и так далее. Но учить это уже всё. Высоты слишком запредельны. Раньше было возможно, раньше, да, но сейчас уже нет. Раньше, потому что ещё впереди были не такие высокие высоты, да? Конечно, когда пошли вот эти многооборотные прыжки. В принципе, эта молодость, она тоже достаточно рано. Мы возьмём тот же Лёша Ягодин, тот же Женя Плюченко. Это тоже их пиковые годы. Это с 18 до 22. То есть, в общем-то, это все юные люди. Они дальше уже спорт очень помолодел. Это было номер 4. Мы немножко отвлеклись. Номер 4 был Альболит Анна Карина в «Большом». И номер 5. Номер 5, наверное, я снова вернусь в кино. Не очень последний фильм, но я его недавно пересмотрел. Он просто так как-то очень лёг для меня личностный. Фильм называется «Призрачная нить». Смотрели? Нет, не смотрел, но киваешься с интересом. Да, про человека, который модельер, он влюблён в свою профессию, он влюблён в свою жизнь, в свою одинокую, холостяцкую жизнь. И вот как он тоже в каком-то состоянии, вокруг него большое количество людей, естественно, девушек, которые хотят войти в его жизнь. как он проходит этот момент, чем это всё заканчивается. Очень интересное решение. Но у меня потрясающая актёрская работа. В общем, ну, наверное, здесь такая более какая-то, ну, какое-то понимание. То есть бывает фильм, который попадает именно в тебя, но я бы тоже его рекомендовал посмотреть, потому что это очень хорошая работа. «Призрачная нить». «Призрачная нить». Давайте запомним. Ну, традиционно, конечно, все ссылки в описании видео всё, о чём мы говорим с Ильёй, всё вы это увидите. Значит, таким образом топ-5 мы обозначили. Но вот мы в эти дни в Петербурге с вами встречаемся в преддверии Кармен. Потому что в Петербурге будет Кармен, Кармен, который многие уже видели. И каждый... Я прочитал довольно много ваших разговоров об этом, и вы говорите, что сначала были огни большого города, и вы думали, что дальше уже ничего невозможно сделать. Потом появилась Кармен, который для вас тоже важный этап. Как вы выбирали Кармен? Почему это? Из-за сюжета, из-за музыки безе? Вообще, как вы... Вот этот подбор происходит либретто для пьесы, для шоу? Сначала, как любому... То есть, во многом эта заслуга шли Николова периода. Проекта, где удалось, удавалось за счёт того, что вот это интересное сочетание творческих людей, актёров, очень талантливых актёров, высочайшего уровня. Ведь посчастливилось работать и с Чулпан Хаматовой, и с Ингиборга Дубкунайта, Даша Мороз, Егор Бероев, Марат Башаров. Ну, это можно перечислять и перечислять. Абсолютно разные по темпераменту люди, работающие с выдающимися режиссёрами, с ведущими режиссёрами. И когда мы создаём номер, они, конечно, абсолютно доверяют хореографии, но идею номера, настроение, темпоритом, как они держат паузы, это всё нас очень сильно обогащало. В общем, они меня и создали как режиссёра, как единицу. Ведь я же просто так же, как и все ребята выступал, просто мы ну как-то вот попали, и я всем очень благодарен. А, извините, а у вас не было такой глобальной цели сделать телевизионный проект там, «Ледниковый период», когда вы всё это начинали? Нет, конечно. Нет? Нет. Вообще, у меня всегда всё как-то вот интуитивно возникает степ-бай-степ, как говорится. То есть, была первая идея действительно создать ледовое шоу, и, в общем, оно было создано. Такое шоу «Дивертисмент», как оно происходило. А проект «Ледниковый период», он создан в Англии, это английская история, и разница заключается только в том, что канал «Россия», я не знаю, можем мы говорить. Да, можем, конечно. Канал «Россия» купил абсолютную лицензию на этот проект, и меня пригласили для него, чтобы там тоже кататься со звёздами. Хотя у меня, я посмотрел проект, я понял, сколько там вообще можно ещё всего другого сделать. Ну, мы знаем нашу пресловутую борьбу двух каналов, да, если тут фабрика звёзд, там народный артист, тут «Ледниковый период», там звёзд на льду, тут танцы. поступило предложение от первого канала, была куплена лицензия, но которая вот в Англии тоже была такая же история, две компании, одна произвела, вторая только создала Библию, телевизионная Библия, то есть есть правила, но не запустила проект, потому что те успели запустить его раньше. Но права все есть, никто не знает, как его делать. Но это очень здорово было для меня, потому что, в общем-то, я отчасти опираюсь на проект «Один», «Один», который вышел в итоге на канале «Россия», мог, то есть получается, в общем, если так можно сравнить «Макдональдс» и «Бургер Кинг», отчасти «Бутерброд» одинаковая, начинка одна. Звезда фигурного катания катается с… Звездой шоу-бизнеса. Да, шоу-бизнеса. Но, например, в английской версии у них акцент на звезду фигурного катания вообще не сделан, потому что у них главное, то есть просто хороший фигурист помогает, чтобы побольше достать я, например, для себя определил, что это обязательно должна быть звезда. И мы начали собирать всех топ-фигуристов, и это в итоге выстрелило. Допустим, в том проекте главное было, они учат, допустим, все учим «Ласточку», и все едут эту «Ласточку», должны в своей программе сделать. Кто лучше «Ласточку» сделал, тому оценка. Я сказал, что это неправильная история для меня. Мы будем развивать творчески, мы берем тему программы, и, кстати, на самом деле, такой новый открылся. Сейчас уже столько этих миниатюр, все играют в миниатюры. На самом деле, тогда это было таким открытием. Мы работаем на творчестве. Я добавил в две оценки. То есть, в общем, я создал, в принципе, проект, но, опять же, приписывать себе, что это я придумал, что катаются звезды, с нетем, я бы не стал. Ну, вернее, этого точно нет. Но для нас-то вы. Для тех, кто не смотрел английское телевидение. Ну, для многих, кто-то, наверное, считает, что и голос придумали мы. Понимаете? И поле чудес, все считают, что это Якубович придумал. Да. Но с голосом сейчас опасно, потому что мы можем перейти на вопрос голосования. В голосе. Я говорю про проекты телевизионные. Да. Но версия, которую создал я, она абсолютно отличалась от версии, которую создали и на другом канале, и вообще, которая была как раз растиражирована. То есть, вот, если вы переключали, вы бы во всем мире видели именно версию, которая была на канале России. Нашу версию с двумя оценками, с ротирующимися жюри, с темами программ, когда меняются истории, когда я придумал историю двух тренеров. И потом это тоже очень много эксплуатировалось, когда появились у всех команды, что появилась команда Жулина против команды. То есть, битва тренеров еще, которой вообще не было в других проектах. То есть, очень много придумано красок, которых вообще даже рядом не было. И наш проект признан лучшим из всех ледовых проектов именно вот этот формат, который придуман мной. Но я опять же говорю, что важнее. Зерно не мое. Все, что вокруг, сделано действительно мной. И я много сделал и по развитию этого проекта. Мы потом делали дуэли, и легенды, и, в общем, повторы. Но все-таки, используя вашу аналогию «Бургер Кинг» и «Макдональдс», «Макдональдс» же держит в секрете соус-рецепт. Самое важное же в соусе, а не об этом говорят. Ну, в общем, да. Что самое главное все равно в соусе. Вот. И когда создалось очень много этих миниатюр, то выплеском хотелось уже, ну, я могу больше, я же могу не только двухминутные номера. появился спектакль «Огни большого города», который, как любой дерзкий, амбициозный режиссер, хочет сделать все абсолютно свое, свою идею. Но в итоге, это абсолютно оригинальный сценарий, но где-то он свалился немножко от Чаплина, ну, «Огни большого города» понятно, такой, ну, некий бродяжка. Вроде не Чаплин, но бродяжка. Вроде какой-то любовный треугольник, все равно он должен быть как у Фкармен, да? Вроде как бы немножко фэнтези-сказка, как где-то еще. И я понял, что... Это хороший, это мой любимый спектакль, там, он создался, но я понял, что эти все пока нами придуманные сценарии, они, в общем-то, как где-то в каком-то классическом произведении. Вот такая происходит история. И пока не написался тот сценарий, я решил в эту историю больше не играть, поэтому обратился к теме Кармен, поэтому я обратился потом к теме Ромео и Джульетта, где есть уже четкий костяк, где есть четкое, мощнейшее произведение, которое понятное всем. И мне, как режиссеру, интересно именно найти решение, как это сделать на льду, чтобы зритель по-новому почувствовал, по-своему пережил эту историю, которую уже рассказывали тысячи раз до меня, будут рассказывать чуть-чуть миллион раз после меня. Но это вот способ говорить. Для меня, конечно, заканчивая и отвечая на этот вопрос, главное, это музыка и музыкальный ряд. И там, и там есть музыка Безе, и там, и там есть музыка Прокофьева. От нее мы отталкиваемся, от нее отталкивается и композитор, с которым я работаю, Роман Игнатьев. Дальше мы, и он пишет достаточно много оригинальной музыки, там есть какие-то проскальзывают нотки, то есть мы говорим, на что мы опираемся, никто не пытается. Но по-своему идем. Я не говорю идем дальше, мы просто еще куда-то идем. Раньше были только спектакли ледовые вашего, Илья Вербуха, а теперь, я так понимаю, что есть у Татьяны Навки шоу, да, шоу или спектакль, есть у Евгения Плющенко. Да. Конкуренция нарастает же. У вас есть такое ощущение, что поджимают конкуренции? И при том же, ведь вы все, я предполагаю, что хорошо знакомы. Я не думаю, что мир этот очень интересен фигурного катания. Мы не то, что хорошо знакомы. Ну, с Женей Плющенко мы, конечно, знакомы, но наши пути, в общем, никогда в жизни не пересекались. А с Навкой же у вас ведь и принимала участие. А с Таней Навкой все две, из 15-12 лет мы работали абсолютно вместе, мы сделали, и в том числе, и спектакль Кармена я делала на Татьяну Навку, и она выступала в образе Кармен, в роли Кармен и в «Огнях большого города». Она была солисткой и все телевизионные проекты. То есть мы с Таней очень родные души. И, ну, это ее решение, нормально. Каждый хочет тоже по-своему развиваться, и у нее есть такая возможность и силы. Таня сфокусировала свое внимание на таких вот все-таки семейно-детских представлениях. Руслана Людмила, «Аленький цветочек», в этом году, по-моему, «Спящая красавица». То есть такое несколько, ну, направленность такая детского характера. То есть у нас все-таки разные спектакли, разные истории. Женя Плющенко тоже также, в общем, работает в этой нише детского спектакля. Там «Снежный король», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». То есть тоже вот такая история. Такие спектакли, конечно, я тоже делаю и тоже работаю в этом направлении. У меня много детских спектаклей. Но вот взрослая история так между собой, она все-таки у меня пока, в ней я конкуренции пока не чувствую. Впереди Клеопатра у вас. Да, я сейчас работаю над этим образом, но пока еще вот надо набраться. Нельзя делать. Очень сейчас сложно идти, просто сделать еще один спектакль ради еще одного спектакля, потому что надо что-то сделать, я не хочу. И в этом году у меня было очень большое событие, помимо «Арены Деверона», о котором я говорил, я был режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия в Красноярске. Мы говорим об универсиаде в Красноярске. Универсиаде, да. Которую вы, кстати, же выигрывали универсиаду. Да, выигрывали мы с Ириной Лобачевой в далеком, по-моему, 92-м, я же не помню, в каком году. Я думаю, 92-й. Да. Мне кажется. Где-то так. Я был во втором классе. Вот. Да, это была университет в Испании, это я точно помню. Для меня это был очень большой вызов. Благо, я еще получил хорошую школу, работы режиссером на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Церемония проходила в Москве, мы помним все, Робби Вильямса, который... Кто же забудет Робби? Да. Многие шутили, что значит, что у нас на коньках по полю поедут, это шутка была первая. Но, во-первых, церемония открытия по футболу проходила в огромной команде под креативным абсолютно направлением Феликса Михайлова, очень талантливого режиссера. И он меня, в общем, привлек только, грубо говоря, на последнем этапе, когда уже очень большая работа была проделана. Но я получил гигантский такой толчок и развитие и уверенность в своих силах. Университет в Красноярске я делал уже абсолютно своей командой. и это было практически без использования льда. То есть это не ледовое шоу совсем. То есть это настоящая режиссура? Это большая, да, большая режиссура, причем церемонии, которые, это так кажется, где ты хочешь избежать, определенные штампы, о которых надо рассказывать, да, но надо рассказать как-то так, чтобы у всех не вызвать это отторжение, а мы больше уже коэффициозно всегда выражаем отторжение, да, как зайти в эту историю, чтобы опять рассказав, потому что прекрасно рассказали на Олимпиаде, в Казани, университет было очень классное открытие, конечно, олимпийские игры в Сочи, чтобы это была и Россия, и Сибирь, при этом это не там, не было клюквы, это очень сложная задача на самом деле, и я каждый вымерял вот все, 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 чтобы выдержать этот баланс, и в меру патриотичности, ну не в меру, но то есть все должно было быть вот в каком-то очень органичном балансе, и я счастлив, что все это произошло, и в Сибири, ведь сибиряки это очень такие люди, любовь которых и уважение которых надо очень серьезно завоевать. Я когда был назначен режиссером, ну то есть я назначен, мы представляли несколько концепций, это был тендер большой, был выбор, и когда уже было принято решение, что канал Мач ТВ, который взял меня режиссером, мы будем делать эту церемонию, не сразу все хлопали в ладоши, потому что ну да, вроде с одной стороны зима, там ну все-таки почему не наш, человек известный, а с другой стороны еще ничего такого не делал. ну и то, что вообще не сибиряк, не красноярец, как он сможет передать вообще дух Сибири, он понимает вообще о чем это будет происходить. И мне все, я летал в Красноярск, как на метро, знаете, только этот полет очень тяжелый, потому что четыре часа, ну это не так тяжело, но еще плюс четыре разницы, и ты все время находишься, я последние два месяца вообще не помню, где я уже нахожусь, потому что все равно базово все очень много находится в Москве, и при этом надо летать все время на площадку, и в общем это был действительно большой вызов. Это для вас возвращение в спорт было такое немного, да? Ну это было, конечно. Потому что, как я себе представляю это, не будучи спортсменом, вы закончили спортивную карьеру в 2002-м и сказали, что никогда в моей жизни хорошо бы не было льда, потом, правда, вернулись на лед, это цитата, она растиражирована, все это знают, вернулись на лед в другом качестве, но все-таки вы не вернулись в спорт, а здесь вы вернулись в другом качестве, но ровно в тот же мир, в котором вы провели с того времени. В общем, да, но тут, наверное, если проводить параллель между этими событиями, тут параллель идет от слова «лайф». То есть здесь нельзя скрыться за монтажом каким-то, ну, мы понимаем, о чем мы говорим. То есть ты выходишь на Олимпиаде, вот у тебя есть четыре минуты, и ты без права на ошибку, нет права на ошибку, потому что чем страшно есть, так можно сказать, фигурное катание? Это не футбол, где есть второй тайм, где ты можешь за 90 минут успеть отволноваться, набраться сил, отыграться, еще и удача повернется. Это все-таки 90 минут. Это огромное количество времени, когда ты можешь или там в теннисе ты два сета посидел, съел булочку, подумал, потом собрался, нашел слабые черты соперника, начал его переигрывать. Все, ты вышел, ты один на один с этим льдом, у тебя всего четыре минуты, и если ты допустил хоть одну ошибку, ты можешь дальше в принципе уже не кататься, ну, если ты ставишь себе цель выигрывать. Ну, понятно, что так нельзя, все докатываются, но, в общем, напряжение такое колоссальное от того, что ты вот не можешь ошибиться, ты боишься руку поднять, потому что боишься, сейчас ты ее повернешь, а вдруг что-то не так произойдет. И, в общем, здесь похоже, когда идет эфир, прямой эфир, когда глава государства сидит на трибуне и смотрит, и ты понимаешь, что если в технологиях проектор погаснет, технологический мост не раскроется, ну, аналог произойдет, да, кто-то забудет выйти, какая-то техническая история остановится посреди сцены, ее надо будет как-то уносить, и винтики, 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 когда два часа все должно исходить, фонограмма вырубится, экран один потухнет, миллион всего, чего ты уже на что-то повлиять в принципе не можешь, ты это прогоняешь, ты это продержишь, но ты доверяешься где-то здесь, так же, как ты доверяешь своему телу, чтобы оно за тебя эти четыре минуты работало, ты же не даешь уже приказ, руку, она сама идет, так же и здесь должно пойти. Ну, и здесь я всегда говорю, что если ты честно много работал, то как-то Господь это охраняет, и тебя на льду охранял, и не давал совершить ошибки, и здесь охраняет. Ну, опять же, все бывает, и все, и то же кольцо, о котором мы говорим, оно в плюс, в общем-то, сработало, как мы вышли из этого положения, и как люди восприняли, потому что действительно было выдающееся открытие, и как это все закрылось, то есть тоже очень важно, как это все происходит. Ну, и в Вероне, как мы доказываем ваше рассказ, и в Вероне дождь прекратился ровно в девять часов вечера. И, как я говорю, что благодаря дождю я могу долго рассказать. Так бы я сказал, все было прекрасно, светило солнце, люди были счастливы, нам аплодировали стоя. А так, это же целая история с этим дождем. А еще, если вы увидите, как видео, это вообще... Ну, видео мы увидим только если, только если... Ну, купим DVD, во-первых, да, или вдруг, если оно где-то есть там в сети, я в этом совершенно не уверен. Нам надо завершать уже нашу беседу. Про Клеопатру вы так особенно не рассказываете, потому что не хотите раскрывать. Я пока... Потому что еще, может быть, что-то будет меняться. Я пока заявил эту тему, потому что, может быть, даже под впечатлением скорее Нормайера, о котором я говорил, потому что мне кажется, что поместить эту историю с тем же золотым тельцом в египетскую хореографию, но при этом оформив это все в современном языке, мне вот именно это кажется очень интересным. Но я еще, честно, не подступил пока вот так глубоко к этой истории. Извините, да, а труппа вот ваш костяк олимпийских чемпионов, которые и чемпионов мира, и заслуженных мастеров спорта, тех спортсменов, тех артистов, теперь артисты же надо их называть, правильно? Которые с вами, которые участвуют в ваших постановках, они легко меняют свое катание, свой стиль катания под то, что вы им предлагаете? Ну, все взрослеют, конечно, и выступать становится сложнее, но, в общем, да, все ждут от меня нового решения, новых постановок, потому что это всегда особый драйв, это всегда возможность еще как-то себя проявить. Но еще раз повторюсь, за количеством я совершенно не гонюсь, и это не завод по производству ледовых постановок. Да, можно относиться к новогодним представлениям, да, каждый год приходит Новый год, каждый год надо чем-то удивить и порадовать юного зрителя, но это немножко другая сторона. Все-таки я бы хотел, чтобы спектакли, которые уровня Ромео, аналоги какие-то вы знаете? В этом жанре нет точно. То есть просто жанр нет? Ну, ледовые спектакли никто не делает. Последнее. Вы ставили хореографию многим спортсменам, которые потом ваши программы демонстрировали на Олимпийских играх, например, на соревнованиях. Как выбирается номер для спортсмена, вот хореографическое решение, как вы выбираете, исходя из чего это происходит, на что вы смотрите? Ну, например, почему Медведева катает такая у нее хореография, такая программа? Ну, конечно, во-первых, ты исходишь из спортсмена, его возможностей, его чувства музыки. Второе, конечно, музыка должна вести за собой. Это очень важно. В спортивной программе ты не можешь спрятаться за реквизитом, за световой партитурой. Ты практически голый стоишь. И более того, есть в правилах, например, начало должно длиться не более пяти секунд. То есть, в общем, это пять секунд, когда ты можешь поставить на мидаль, дальше ты должен поехать. За пять секунд ты, в общем, должен успеть рассказать все, что ты хочешь сказать и переключить судью с того, чтобы он забыл предыдущего участника и поехал за тобой по твоему рисунку. Каждый раз ты ищешь новые решения. Это непросто, а с другой стороны немного проще, потому что в спортивной программе, несмотря на то, что я действительно являюсь хореографом, и Юлия Лепницкая, и Женя Медведева, и практически все это ее звездное четырехлетие работ, короткие произвольные программы делал, кроме произвольной последней. Все равно зависит очень много от элементов и от их исполнения. То есть от их технической оснащенности? Если программа исполнена чисто, блестяще, то любая программа, вот я прям в свой огород плевел, будет смотреться выдающейся. И все будут говорить, боже, как это все сверкает. Потому что все-таки хореография, она дополняет, это все хорошо, но она является лишь дополнением в этой истории. Слизистым тому может являться и то, что Олимпиаду Алина Загитова выиграла с программой, которую она вообще сделала для юниорского спорта и выиграла с ней юниорский чемпионат мира. Они ее не меняли, они просто... Вот программа для юниоров приехала на Олимпиаду и стала олимпийской, потому что Алина ее выполнила блестяще. Она прыгнула все элементы во второй половине программы, получила надбавки, получила прекрасные отзывы и море восторгов от всего этого. Поэтому я бы не переоценивал, к сожалению. Это самокритичное и вы бы должны сказать, нет, самое важное, что мы перенесем, какая атмосфера будет создана. Но мне интересно все равно работать, потому что такая непростая, сложная задача. Просто мне хочется, чтобы ребятам в данной ситуации, может быть, исполнителям, не столько важно было перенос, которым красиво, просто чтобы им было удобно ехать и при этом это не было пусто, чтобы это было органично. И исполнив все элементы, тогда и программа будет крутая. Вы не жалеете, что сын ваш не занимается фигурным катанием? Нет, не жалею фигурное катание. Я как и говорил, что я хотел уйти ото льда, но не получилось уйти ото льда, потому что куда бы я ни приходил, меня воспринимают и сейчас все равно как человека, связанного со льдом. И та универсиада, о чем говорили, это еще один мой крик, что ребята, я могу больше, чем просто на льду. Лед – это та стихия, о которой я практически знаю на данный момент. Все. Знаю уже и приемы, и штампы, и знаю, как это все решить, и какие-то вещи. Мне очень хочется новую стихию покорять, но лед я, конечно, не забываю, а лед остается моей базой. Но я счастлив, что, в общем-то, что Мартин должен не мучиться на льду. А вы мучились? Ну, в общем, я – да. Почему? Понятно, что много надо преодолевать. Ну, я не испытывал удовольствие во время жизни на спорте. В спорте. То есть я испытываю удовольствие сейчас, когда мне удается как хореографу создавать номера, ну, вот именно, может быть, не спортивные, а такие творческие. А когда я сам катался, я не испытывал удовольствие. Ну, то есть я катался, ну, как да, начну всю жизнь кататься. А вообще не было моментов? Даже медали, пьедесталы? Медали для меня – это не кокетство. Просто такой вид спорта, добавляю, значит, дурацкий, да? Вот опять же, если базировать там футбол, хоккей, бег, легкая атлетика, там есть победитель. Ты конкретно забил больше голов, забил больше шайб, ты первым пробежал и пересек ленточку, ты победитель. В субъективном виде спорта, таким, каким является фигурное катание, когда люди просто сами решили, что ты лучший. Всегда есть некий вопрос, но не всегда. Бывают, конечно, абсолютно убедительные победы, фантастические, когда все признают, что ты лучший. Но бывают такие победы, тоже очень часто в фигурном катании, когда ты сегодня лучший, но на самом деле нет такого удовлетворения, что ты абсолютно лучший и никого на земле лучше нет, потому что всегда есть люди, которые говорят, ну, наверное, что-то там, как-то так. Поэтому я никогда не испытывала такого удовольствия от побед, но в силу того, что действительно, ну, объективно, мы с Ириной Лобачевым были очень хорошие пары, мы стали чемпионом мира, но, как говорит Тарасова, не выдающиеся. Ну и в этом постарался быть дальше. То есть, может быть, вот эта ровность, что все время были вопросы, мы чуть-чуть где-то мы выиграли, чуть-чуть мы проиграли, вот не было такого ощущения, что действительно это выполнено работать, это абсолютно лучше. Поэтому я никогда не испытывал такого наслаждения, у меня было сомнение, честно ли я стою на этой пиесле. Ну и сейчас мы вам можем только пожелать, чтобы у вас было такое ощущение от ледовых спектаклей. А у вас есть такое ощущение? А вот здесь у меня возникает, да, на данный момент. Ну, посмотрим. Но при этом, опять же, если я вижу более удачный, чужой меня, это очень заводит. Ну, может быть, заводит к следующим достижениям. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы на этом заканчиваем, друзья. Традиционно вы знаете, что делать. Лайк, шер, репост, колокольчик. Илья Авербух был с нами в ход культур. Все ссылки внизу, в описании видео. Илья, спасибо вам большое. Всем удачи. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok